Понятие контролируемая сделка. Вообще, как я уже сказал, достаточно много отсылочных норм в трансферном ценообразовании, в частности, в статье, которая формирует понятие контролируемая сделка, это статья 105.14 НКРФ. Когда я пытался структурировать эту информацию, скажу сразу, что было несколько вариантов, но, на мой взгляд, наиболее лучшим вариантом систематизации контролируемой сделки и их классификации является следующий вариант, то есть в основу положены особенности взаимозависимых лиц, которые участвуют в контролируемых сделках. В итоге мы имеем три группы контролируемых сделок. Первую группу сделок составляют сделки между российскими взаимозависимыми лицами. Вторую – сделки, опять же, между взаимозависимыми лицами, где одно из лиц является иностранцем, и, наконец, третью группу составляют сделки, где, в общем-то, формально взаимозависимых лиц нет, однако законодатель посчитал нужным приравнять такие сделки к сделкам взаимозависимых лицам. Затем данные группы, выделенные данные группы, можно уже делить по суммовому критерию. В отношении сделок между российскими взаимозависимыми лицами, как мы видим, существует три суммовых критерия. Здесь должен пояснить, что черным указан суммовой критерий, который непосредственно фигурирует в налоговом кодексе, а красным указаны суммовые критерии, которые фигурируют в законе 227 и в его переходных положениях. То есть эти суммовые критерии действуют, соответственно, в 2012 и 2013 годах. Вот здесь то же самое. То есть три суммовых критерия. Первый суммовой критерий означает то, что подпадает под контролируемые сделки, те сделки, в которых сумма дохода превышает в соответствии с налоговым кодексом 1 миллиард рублей, но в соответствии с переходным положением в 2012 году этот суммовый критерий составляет 3 миллиарда рублей, а в 2013 соответственно 2 миллиарда рублей. Следующий суммовой критерий – это суммовой критерий 60 миллионов рублей и 180 миллионов рублей в соответствии с переходными положениями. Этот суммовой критерий распространяется на сделки с полезными ископаемыми, стороной в которых выступает плательщик НДПИ, затем сделки, где заявисимое лицо освобождено от уплаты налога на полезные ископаемые, и сделки с резидентами особой экономической зоны с льготой по налогу на прибыль. Наконец, третий суммовой критерий – это суммовой критерий 100 миллионов рублей. Он распространяется на сделки, где одна из сторон применяет специальный режим налоговложения – это единый сельскохозяйственный налог и единый налог на обмененный доход. Здесь, правда, следует отметить, что даже если в соответствии с этими перечисленными критериями сделка подпадает, сделка подпадает под контролируемую, она может быть изъята из контролируемых сделок. Это правило, оно указано внизу, правило распространяется на сделки внутри КГН и на сделки между российскими организациями, расположенных в одном субъекте. Но здесь я указал только одно условие, на самом деле их всего пять. То есть, во-первых, субъекты должны быть расположены в одном субъекте, во-вторых, они не должны иметь обособленных подразделений, не должны платить налог на прибыль в другой субъект, не иметь убытков и, соответственно, не заключать сделки по НДПИ, не применять спецрежимы, и они не должны быть освобождены от налога на прибыль и не являться резидентом особой экономической зоны. То есть, фактически, вот это правило, правило исключения, оно распространяется вот на данной сделке, то есть, где сумма сделок превышает 1 миллиард рублей. Вторую группу составляют сделки с иностранными взаимозависимыми лицами. Здесь главное правило, оно выражено прямо красным цветом, что в налоговом кодексе суммового критерия нет. И поэтому, даже если сделка будет на незначительную сумму, да хоть на 1 рубль, она все равно будет признаваться контролируемой. Правда, здесь нужно иметь в виду, что есть переходные положения, и на 2012-2013 годы существуют переходные положения, в соответствии с которыми сделка с иностранными взаимозависимыми лицами предусмотрен суммовой критерий. Это, соответственно, 180 миллионов рублей. Наконец, третья, на мой взгляд, самая интересная группа – это сделки, приравненные к сделкам взаимозависимым лицам. В реальности эти сделки можно разделить на три группы. И первую группу… Да, здесь нужно оговориться сразу, что сделки, приравненные к сделкам взаимозависимыми лицами, означают, что формально взаимозависимости между сторонами нет. Вот, например, первая группа. Первую группу представляют последовательность сделок, когда лицо заключает сделки с независимым лицом, то, в свою очередь, может еще с несколькими независимыми лицами заключить сделку. Но в конце оказывается, что конечный, скажем, получатель выгоды от этих сделок, он является взаимозависимым лицом, как правило, с первоначальным участником сделки. То есть в цепочке сделок в начале и в конце есть взаимозависимые лица. В этом случае законодатель указывает, что если данные независимые лица реально никаких функций в этих сделках не несут и привлекаются исключительно для того, чтобы, скажем, избежать, то есть обойти нормы о контролируемых сделках, то эти сделки с так называемыми независимыми лицами, они просто-напросто не учитываются. И то есть получается, что фактически сделка совершена между взаимозависимыми лицами. Вот видите, я вычеркнул, да, то есть мы игнорируем сделки с независимыми лицами и получается сделка с первым и вторым взаимозависимыми лицами. Фактически законодатель здесь использовал так называемую концепцию сделка по шагам. То есть когда исследуются сделки, сделки так называемых шаги, да, и установлено, что ряд шагов сделок сделаны формально, то есть не имеют какой-то под собой экономической основы, а просто совершены для наступления определенных правовых последствий, то такие сделки могут игнорироваться. Здесь важно, что для определения взаимозависимости по данным сделкам по всей видимости, хотя даже не по всей видимости, а должны все-таки использоваться правила в зависимости от состава взаимозависимых лиц. То есть если взаимозависимые лица – это российские организации, то тогда должны использоваться правила для взаимозависимых лиц российских организаций. Если все-таки участвует иностранное лицо, то, соответственно, как я уже указал, в налоговом кодексе суммового критерия нет, и сделка будет являться контролируемой, но в 2012-2013 году есть соответствующие суммовые критерии. Наконец, вторую и третью группы сделок, которые приравнены к взаимозависимым в отношении них, предусмотрены суммовые критерии. Это сделки в области внешней торговли с определенными товарами, то есть товарами биржевой торговли, причем перечень товаров, в общем-то, перечислены в налоговом кодексе, и сделки с организациями, которые располагаются в офшорах, но не во всех офшорах, а тех, которые включены Минфином в черный список. И здесь возникла следующая проблема. Ведь понятно, что сделки в области внешней торговли, то есть вот в этой группе имеется в виду, что эта сделка совершена между независимыми лицами. Но понятно, что такие сделки могут совершаться и с взаимозависимыми лицами. Возникает вопрос, распространяется ли на них соответствующий самого критерия. Ответ – нет, не распространяется. То есть этот ответ, в общем, он имеется во многих разъяснениях Минфина. Во-первых, его, в общем-то, следует из логики регулирования. То есть если в сделках в области внешней торговли участвует иностранное лицо, но взаимозависимое, то тогда здесь используется правило вот второй группы. То есть нет суммного критерия, кроме сделок 2012-2013 в годах.